Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Аристократы неба. Новая выставка в музее-заповеднике. Азовские полицейские начали рейды в рамках ежегодной операции Путина. Жительница села Кулешовка не теряет надежды найти своего брата. Сегодня началась ежегодная операция Путина. Сотрудники азовской полиции в течение месяца будут проводить рейды по выявлению браконьеров. Итак, уважаемые, в принципе уже в городе Азове у нас тепло. Понимаем прекрасно, что с 1 апреля по 31 мая проходит широкомасштабная профилактическая операция Путина 2013. Цель из задачи данной операции это пресечение преступлений в сфере биоресурсов. Это мероприятие будет проводиться у нас как в местах, где добываются биоресурсы, то есть это Агнурский залив, река Дон, места нереста породы рыб, это реки наши все, притоки. Кроме этого будет проводиться мероприятие на точках, где сбывается данная продукция. Это цеха нелегальные, это точки оптовой закупки рыбы. И в конце концов на центральном рынке города Азово. И в местах, где продают у нас рыбу с домов незаконным образом. Серия краш автомобильных аккумуляторов зарегистрирована в Азове. Заместитель начальника полиции Виктор Зарвовский сегодня обратился к владельцам транспортных средств с просьбой быть бдительными. Уважаемые жители города Азово и Азовского района, в настоящее время бич, территория обслуживания этих населенных пунктов это аккумуляторы. Зачастую злоумышленники с транспортных средств, которые не охраняются, брошены на улицах, покищают аккумуляторы. Поэтому сейчас просьба следующего характера, чтобы транспортные средства оборудовали сигнализацией, чтобы их ставили на охраняемые стоянки. И пожалуйста, если появилась какая-то информация, или увидели, что в отношении вашего транспортного средства кто-то злоумышленник пытается в него проникнуть, звоните сразу в 0-2. Поверьте на слово, приедет специализированная группа, которая задержит нарушителей. Спасибо вам огромное. В Азове пропала 11-летняя девочка. Объявления об этом были расклеены в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Минувшую пятницу несовершеннолетняя Зинаина Верзарь, проживающая в селе Кагальник, уехала в Азов и пропала. Как сегодня сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, ребенка нашли и вернули родителям. Что послужило причиной ухода девочки из дома, неизвестно. По имеющейся информации, Зинаида из молдавской семьи, которая недавно переехала в село Кагальник. В Азове есть родственники, возможно, ребенок решил просто навестить близких. И еще по этой же теме. История поисков Виталия Сергеева продолжается уже три года, но пока безуспешно. Родная сестра, разыскиваемая Лариса, обращалась в редакцию программы «Жди меня», но реакции не последовало. Лариса Николаевна не теряет надежды и продолжает верить, что брат найдется и вернется домой. Он пропал в 2005 году, как уехал на заработки, где он раньше работал, в Веселовский район Ростовской области, до своего хозяина. Последнее нахождение вот это в Веселовском районе. Все следы теряются там. Куда вы обращались? Я обращалась в полицию на Чехова, отдел розыска. Они делали розыск и все безуспешно. Они его никак не разыскали. Ни мертвым и ни живым. Уважаемые телезрители города Азово-Ростовской области, хочу вам сказать. Помогите, пожалуйста, найти моего брата Сергеева Виталия Николаевича, 12 ноября, 71 года рождения. Крупная авария произошла на трассе М4 Дон в минувшее воскресенье. Три человека погибли. 31 марта в 20 часов 40 минут в Азовском районе Ростовской области на автомобильной дороге М4 Дон в районе Цукеревой балки водитель автомобиля Лада Приора не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями – Лада Калина и ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли три человека – водитель и пассажир автомобиля Лада Приора, а также водитель Лады Калина. Водитель ВАЗ-2114 от госпитализации отказался. Сегодня Всемирный день птиц. В Азовском музее открылась выставка, посвященная этой теме. Об экспозиции с красивым названием «Аристократы неба» вы узнаете из следующих репортажа нашей программы. В Азовском музее-заповеднике открылась выставка под названием «Аристократы неба», рассказывающая о мире птиц, их видовом разнообразии и местах обитания. Сегодня день, когда отмечают Международный день птиц. А поскольку этот год объявлен годом окружающей среды, охраны окружающей среды, именно в 1 апреля, в Международный день птиц, мы открыли выставку, которая называется «Аристократы неба». Она посвящена судьбе дневных хищных птиц. И на этой выставке у нас представлены как широко распространенные виды, так и виды, которые занесены в красные книги регионального и федерального значения. В культурах разных народов хищные птицы почитались как тотемы. Их изображали в гробницах фараонов и на печатях. О них слагали легенды, сказания и предания. На данной выставке представлены хищные птицы Донского края. Из 50 видов хищных птиц, обитающих в России, 27 распространены на территории Ростовской области и Нижнего дома. Именно о них и ведут рассказ сотрудники музея. Сзади меня сокол Сапсан. Этот вид занесен в Красную книгу России, Украины, Ростовской области и даже в Международное сообщество охраны природы, которое было создано в 1948 году. Это мировое значение охраны птиц. Всего на выставке представлено 15 видов хищных птиц, относящихся к двум семействам – истребиные и соколиные. Таксидермисты Азовского музея-заповедника сделали эти чучела из погибших птиц при разных условиях. Выставка будет работать продолжительное время. Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Ежегодная акция торгового дома «Гермес» прошла в Азове. В розыгрыше призов бытовой техники приняли участие более 300 жителей города Азова и Азовского района. В минувшее воскресенье торговый дом «Гермес» провел розыгрыш призов среди покупателей. Торговый дом «Гермес» провел в очередной раз дарение подарков. Оно у нас присутствует не первый год. Люди, которые к нам приходят, они возвращаются вновь и вновь. В этот раз акция была у нас проведена среди покупателей, которые сделали покупки с 25 января по 30 марта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти 350 жителей города Азова и Азовского района приняли участие в акции. Разыгрывалось 33 подарка. Среди них как мелкая бытовая техника и утешительные призы, так и крупные подарки. Мы купили стиральную машину LG, а получили формочку льда льда. Очень приятно. Купили печку кипец. В первый раз очень нравится. И выиграть очень нравится. Скажите, пожалуйста, появились у вас сейчас впечатления? Очень счастлива, не ожидала, что. Мало денег. Деньги. А что вы приобретали в магазине? Покупала странную машину? Конечно, да. Приятно. Хоть у меня есть, как говорится, холодильник в квартире, но не помешает. А что вы приобретали в магазине? Газовую печь. 8 марта куплю. В торговом доме «Гермес» представлен широкий выбор бытовой техники и электроники по привлекательной цене. Для постоянных клиентов и пенсионеров работает система скидок, что делает процесс покупки еще более приятным. Скидки у нас изначально представлены. У нас есть определенные карты для постоянных покупателей, дисконтные. Они являются накопительными. Скидка составляет по ним от 5 до 10% в зависимости от суммы накопления. Также у нас присутствует скидка в понедельник 7% для пенсионеров, военнослужащих и так далее. Эта скидка составляет 5%. Приобретайте товары в торговом доме «Гермес» и участвуйте в новых акциях. Это является не разовым мероприятием. В дальнейшем планируется повторение подобных акций. Поэтому мы приглашаем всех покупателей в наш магазин, где представлен широкий выбор техники всевозможных направлений. И телевизор, и встраиваемая техника. Цены у нас приемлемые, конкурентоспособные. Поэтому милости просим. Торговый дом «Гермес» расположен по адресу улица Мира, 49. Режим работы по будням с 9 до 18 часов, по выходным с 8 до 17 часов. Евгения Симакова, Александра Стояна, Людмила Увихина, Азов. Из заключения программы репортаж о банке «Экспресс-Волга». Оформление вкладов, кредитов на выгодных условиях, получение пластиковых карт. Эти и другие услуги вы сможете получить в офисе банка по адресу улицы Привокзальная, 23, напротив автовокзала. Банк «Экспресс-Волга» работает на финансовом рынке более 18 лет. С 27 марта в самом оживленном районе города, недалеко от автовокзала по адресу улица Привокзальная, 23, состоялось торжественное открытие нового отделения банка «Экспресс-Волга». Это 8-й офис на территории Ростовской области. Быстрые кредиты без справок и поручителей, выгодные условия по вкладам, ускоренные денежные переводы и специальные предложения для пенсионеров будут далеко не полный перечень современных банковских услуг, получить которые теперь смогут жители нашего города. Жителям города Азов мы предлагаем быстрые кредиты, без предоставления справок о доходах и поручительств. Кредит можно получить за 2 часа, обратившись в офис банка. Вклады банка «Экспресс-Волга» сочетают в себе удобные условия обслуживания и выгодную процентную ставку. При досрочном снятии денежных средств со счета ранее начисленные проценты сохраняются. Вклады банка сочетают в себе выгодные проценты и условия. Стать клиентом может каждый азовчанин. Для пенсионеров у нас действует специальный вклад пенсионный с увеличенной процентной ставкой и с ежемесячным начислением процентов. Также для пенсионеров наравне с работающими гражданами мы предлагаем и выдаем банковские кредиты. Главное, чтобы возраст заемщика не составлял более 75 лет. Первые клиенты, пришедшие в новый офис банка «Экспресс-Волга», остались довольны качеством обслуживания. Работаю я в Ростове-на-Дону, проживаю в городе Азове. И чем удобен банк, то что могу подать заявку на кредит по телефону. И пока доезжаю от Ростова к месту жительства, мою заявку рассматривают. И уже, соответственно, в Азове я уже получаю звонок от сотрудников банка о одобрении моего кредита. И при минимальном количестве документов получаю кредит. Дополнительную информацию об услугах можно получить на сайте банка. Новый азовский офис банка «Экспресс-Волга» расположен по адресу улица Привокзальная, 23. Отделение работает по будням с 9 до 18 часов. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – магазин «Мебель для вас». Отличное качество, доступная цена. До свидания. Это любимый дедушкин диван. На кредит спит музык. В комоде бабушка хранит свои секреты. Это спальня мамы и папы. Это детская мебель младшей сестры. А это обиденный стол, за которым мы все собираемся. Магазины «Мебель для вас» на Майковского и Ленина. Лучшие экземпляры корпусной и мягкой мебели для всей семьи. Подарки каждому покупателю. 2 апреля ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 15-17, ночью плюс 6-8. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Уровень воды в реке Дон на 50 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке Дон плюс 5 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров тутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова